С каждым годом служба в армии по контракту становится все более престижной профессией. В 2016 году количество контрактников в России составляет 200 тысяч человек. Однако благодаря проведению военной реформы к 2017 году планируется увеличить этот показатель почти в два раза. Вот основные требования. Возраст от 18 до 40 лет, образование не ниже 11 классов, годное по здоровью, прошедший профессиональный психологический отбор и дальше нормативы по физической подготовке. С каждым человеком работаем индивидуально. Что он хочет, что мы можем, какое у нас есть задание, куда, то есть зависит от профотбора, годности по здоровью человека, то есть в какие рода и виды войск его можно призвать, что он хочет, куда у нас есть задание. То есть вот так вот все ищем должность человека. Стоит отметить, что для военнослужащих по контракту государство подготовило широкий пакет социальных льгот, бесплатное медицинское обслуживание в военных лечебных учреждениях, обеспечение служебным жильем, предоставление военной ипотеки, страхование здоровья и жизни, преимущество при поступлении в профессиональные училища и вузы, выход на пенсию 45 лет. Также в армии могут служить не только мужчины, но и женщины. Поймите, там нет деления женского, мужского пола. То же самое, все льготы, все то же самое, все, что устраняется на женщин. Есть должность, в которой, скажем так, у нас нет, скажем так, в службе женщин, мужчин. Есть, скажем, должность, в которой могут замещаться военнослужащими женщинами. Вот так. То есть не на всякую должность женщина может быть назначена. Это, в первую очередь, конечно, медики и связисты, вот основные должности, которые могут замещаться женщины. То есть в боевую часть они не попадут, но так, скажем, органы военного управления, обеспечение, они могут попасть. Бесспорным остается факт, что служба по контракту в вооруженных силах Российской Федерации была, есть и будет престижным и благородным делом, который поможет молодому поколению усовершенствоваться не только физически и духовно, но и материально. Регина Фахрудинова, Универ Ньюз.